Приближается курортный сезон. Одесса получает прекрасные инвестиционные рейтинги. Доходная часть бюджета растет. Одесса преображается. Мы готовы встречать гостей. И для того, чтобы экономика города развивалась, для того, чтобы мы могли строить новые детские сады, открывать парки, развивать нашу инфраструктуру, вся экономическая система должна работать эффективно и слаженно. Хотелось бы отметить, что сейчас прошли целый ряд изменений в законодательство, в рамках которых мы получили полномочия, как муниципальная власть, действительно способствовать тому, чтобы принимать участие совместно в всевозможных проверках, которые проходят в этой сфере. Но главная наша задача, и хочу обратить особое внимание средств массовой информации на то, что работа инспекторов труда Одесского городского совета в первую очередь направлена на предупреждение нарушений по труду, а не на привлечение субъектов хозяйствования к ответственности, предусмотренной законодательством Украины. Размер сегодня штрафов по некоторым позициям доходит до 370 тысяч гривен. И если раньше это были символические штрафы, сегодня штрафы колоссальные. И значительно проще оформить сотрудников в рамках действующего законодательства, уплатить налоги в бюджет, работать в рамках законодательного поля. Мы сегодня живем по-новому, и поэтому это относится к каждому. Хотелось бы еще отметить, что очень положительная тенденция сегодня наблюдается в Одессе. Согласно исследованиям, проведенным рейтинговым агентством ФИЧ, у нас 71% занятого населения. Из 90 малых предприятий в нашем общей структуре доходов бюджета составляют 97% из всех предприятий, которые действуют на территории города.